Добрый вечер! У них лику запрашение на уделу мая гэта года у экономичным форуме и международной выставе «Вясна у Гомеле». В осенью гостей из Китая чекаются на международный хореографичный фестиваль «Сожский карагод» и форум молодых журналистов «Белый пиар». До других тем. 24-го года гэта года в Беларуси уступила в силу новая редакция закона «Обборать без коррупции». Об ее нормах специалисты сегодня рассказали про союзному активу в области. На встрече побывал и наш корреспондент Ганна Ковалева. На семинар на Раду прибыл весь профсоюзный акт у Гомершины. Свои доклады подрихтовали супрацовники прокуратуры и областного суда. Подстава для встречи обновлена законом «Борать без коррупции», нормы якого тычатся деянности у тимлику и представников профсоюзного руку. Важно разбираться, потому что работа профсоюзных в основном защищает трудовые права и экономические отношения граждан. И поэтому необходимо быть внимательными. Разные бывают ситуации, поэтому законодатели предусматривают, где можно принимать подарки, где можно принимать сувениры. Отповедности с положениями закона державной службовой особи нельзя принимать у подарок ничего, кроме сувениров, которые были урочены подчас протокольных и официальных мероприемств. Остальные подарки варто сдавать в специальную комиссию. У каждой организации она створается особо с ликой супрацовников. Разом с заявой комиссия принимает рыча на улик. После этого они застаются на балансе организации. Применительно к профессиональным союзам следует отметить, что на них распространяется закон о профессиональных союзах. И в профессиональном союзе по своей сути есть добровольное общественное объединение. Указанного объединения у нас имеются лица, приравненные к государственным должностным, на которых будет также распространяться закон о борьбе с коррупцией. Для прикладу ДАИ будут относить к керовников профессиональных союзов. В целом специалисты отзначают, что новые нормативные положения накированы на профилактику коррупционных заяв. В Лоевском районе прошла акция Гомельского областного отделения Белорусского фонда мира «Мы славим человеком мирной працы». 20 представников разных профессий означены заплённую штабионную працу. Тёплые слова и подзяки, приемные подарунки и выступления коллектива у Мастацкой самодейности. Под обязанности у Дмитра Котова. Перед подшатком мурашистости у гомельские миротворцы наведали музей под открытым небом. Мемориальный комплекс, присвященный битве за Днепр в осенью 1943 года. Тут я не усклали вянок у гонор героев-вызвалителев. После районного Дума культуры распочалась акция «Мы славим человека мирной працы». Её главная мета – пропаганда працевитостей и любови до родной земли. Повышение престижа працы сельского жихара, який забеспечивает хорошую безопасность нашей страны. Как означают организаторы акции, коли простого рабочего зауважишь и узнагородишь за его працевные достижения, это станет стимулом для будущих поспехов и прикладом для остальных. Я считаю, труд – это одно из основного качества человека. Если мы будем трудиться на каком бы участке ни был, непосредственно в станке, непосредственно в специалист, руководитель, будем выполнять свои честные обязанности, конечно, будет единство, будет дружба, взаимопонимание. И будет большая у нас, если говорить в Белоруссии, стабильность и продовольственная безопасность. Акция «Мы славим человека мирной працы» на Гомельшине ладится в девятый раз. Другий раз я ее примают на Лоевщине. На сцену выходили простые люди – доярки, механизаторы, наставники, медики, социальные работники – усе, кто каждый день проявляет соправданный працынный героизм и уносит свое имя в историю досягнений района. Усяго подчас урочистой церемонии узнагороджены 20 человек. Это как молодые специалисты, которые только начинают свой профессийный шлях, так и заслуженные работники. Я вот, когда сюда готовилась прийти, думала о том, что как много мне придется сделать, чтобы подтвердить вот такую высокую оценку моего труда. Я считаю, что это заслуга вообще нашего педагогического коллектива, нашего учреждения образования. И я просто выступала здесь как делегат от своего коллектива. Радостный и позитивный настрой усим подаровали талиновитые коллективы мостатской самодеянности. Особные слова подяки лаевчанам за их працу выказали былые керовники региона. Здесь живут очень хорошие люди. Они очень хорошо работают. И то, что я сегодня здесь увидел, это просто замечательно. Это продолжение того подвига, героического подвига солдат на Днепре, их трудовой подвиг. Дмитрий Котов, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель», Злоева. Гомельчане могут звернуться по пытаниях разлику новых тарифов на послуги жилево-коммунальной господарки на гаражную линию Гомельской городской ЖКГ. С 8.30 до 21.00 звонки принимаются по номеру телефона 70-37-81. Дарыши, у таких час гараж и линии по пытаниях працуются у разликово-доведочных центрах районов Гомеля. Номеры телефонов можно доведаться на сайте Гарвы Конкама. А кроме того, гэтую тему обмеркуются по час дня ЖЭУ, який пройдет завтра во всех районах Гомеля. Задать хвалюши пытание можно будет особисто работникам городских службов ЖКГ, керавництву администрации району и представникам депутатского корпуса. Сегодня у Гомеля распространялась нового практичная конференция педагогика додатковой эдукации в центре уваги дитя 21-го стагодзя. Удел ее принимают педагоги из усяго региона, так само представники Могилевской, Витебской, Брестской и Бранской областей. Местом проведения стал областный палац творчества детей и молодых, где сейчас в разностайных гуртках Мастацкой технической творчества займается около полторы тысячи детей. Размова на конференции об особенностях сушастных детей и задачах выхования, которые стоят перед наставниками. Это развитие не только их сдольностей, а и якостей, которые позволяют школьникам адаптоваться в громадстве. Уличивая, что система додатковой эдукации постоянно удосконаливается, подыходы, что выкористовывали наставники еще 10 годов тому, зараз уже неактуальны. Необходно отповедать потребованиям сегодняшнего часу. Например, в установах додатковой эдукации активно укороняют информационно-коммуникативные технологии. Это сприяя худкому росту интересу подлетков до таких накерунков техничной творчести, как, например, робототехника. Задача педагога – создать комфортные условия для и ребенка, и удовлетворить запросы родителей. И самое главное, чтобы ребенок не просто пришел сегодня в учреждение дополнительного образования, но он там остался. И остался надолго. И, может быть, в будущем пришел также в стены учреждения дополнительного образования. До новинокультурного жития региона. В литературно-мастатском салоне с Устрышенозамковой при Центральной городской библиотеке имя Ерцина отбылся творший вечер старшине Гомельского областного отделения Союза письменников Беларуси Владимира Гаурыловича. В активе выдатника «Друг у Беларуси» 16 книг-прозы и публицистыки. А про наши краины выдания выходили у России и Украины. Особные творы письменника перекладены на немецкую и английскую мовы. Герои его роману и оповеданию – взвышенные люди с их житевыми проблемами. При этом финал твора «Шасей за все» оказывается не шаканным и зусим непродказальным. На думку Владимира Гаурыловича сенья за потребованием заявляются усе жанры. От исторических оповеданий до фантастики. Але беларуские письменники не повинны покидать без уваги и решаисность. Правда, в этом выпадку зацикавить читача особливо складана. Реште-реште зацикавленный он читать про сеньяшний день, который, по сути, он надзирает в реальном жизни. Разом с этим, сучасные письменники не имеют права откидывать эту тему на поты, не зацикливаться на неком историческом плане, хотя эта тема так же важная, а и писать про то, что отбывается вокруг. Пешая красавика в Международный день смеха у Гомеля отбудется концерт Камерного оркестра областной филармонии. У Белого гостиной Палаца Румянцевых и Паскевича коллектив проставит свою новую инструментальную программу «Музыки жартуют». В концерте так само примет дел пианист, лауреат международных конкурсов Виталь Фомин. Слуха шоу чекает каскад невычерпного гумора, яскравых музычных жертв и видовищных номеров. В святочной программе прогучают створы Баха, Штрауса и других сусветно-вядомых авторов. Что интересно, они будут проставлены в совсем нетрадиционном формате. Как означает, что мастерский руководитель и дирижер Камерного оркестра Владимир Милютин задача артистов – выполнять классические композиции в новой манере и опроцовке. Для этого они будут использоваться нестандартные музычные инструменты, как, например, трошотки и пилу. До того же, эти творы будут подадены про спрызму абсолютно незвыклого мастерского погляда. Святочная программа «Музыки жартуют» обещает стать соправдным подарунком аматорам классической музыки. А еще по часу ЕЕ будут разыграны запрашальные билеты на концерты народной артистки Беларуси Галины Паулинок и лауреата международных конкурсов Валентины Добровольской. Подрихтовали артисты и шарах инших цикавых сюрпризов. Мы хотим, чтобы зритель, придя на наш концерт, не только сидел и слушал хорошую музыку, отдыхал, а в то же время еще и участвовал в концерте. То есть мы хотим устроить розыгрыш призов, поучаствовать, чтобы зрители могли и на сцене, в том числе вместе с оркестром что-нибудь исполнили, и даже продирижировали оркестром. Приходите на наш концерт, и мы будем рады вас не только видеть в зале, но еще будем рады, если вы с нами будете участвовать в концерте. На базе Улуковской допоможной школы-интерната отбылся заключенный этап 11-го областного фестиваля Мастацкой творчества «Вяселковый карагод». Лепшие номеры будут заключены в областный финал. В дело в отборочном этапе приняли больше 150 детей за сабливостями психофизичного развития. Это выхованцы специализованных установ Гомеля, так само Гомельского, Будокошелевского, Жлобинского и Рогачевского районов. Под час мероприемства яны демонстровали свои творческие сдольности в разностайных эстрадных жанрах. На сцене можно было убашить яскравые вокальные композиции, хореографичные номеры, декламование вершев. Областный фестиваль Мастацкой творчества «Вяселковый карагод» на Гомельшине ладится традиционно. Он проводится с метой духовно-морального и эстетичного развития детей, с асабливостями психофизичного развития, саденишением их социализации и полновартосной интеграцией у громадства. Отрадно, что дети проявляют свои самые лучшие качества и имеют возможность, несмотря на их нарушения, выступать на сцене и чувствовать себя полноценным человеком. И государство нам дает это все возможности. Лепшие номеры областного фестиваля Мастацкой творчества «Вяселковый карагод» вводят у гала-концерты, которые запланованы на 4 мая. Студенты Белорусского державного университета транспорта стали переможцами областного этапа конкурса «Студенты безопасности будущего». И они показали налепшие веды по основам безопасности и жизнедеятельности, оказании первой допомоги потерпелым в надзвышенных ситуациях. Катерина Сопельникова протягнет. У делу конкурса приняли представники пяти высших научных установ города. Студенты споборничали у выполнения творческих, практичных и теоретических заданий. Самыми отказными и хваливающими были выпробования колодеж и ДТЗ. В первом, по легенде, человек провалился у колодеж, и студенты оперативно его ратовали. В другом – отбылась авария, есть потерпелые. В тот же час отбывается у сгорания, да, речи соправдные. А про нужную специальную форму, найти у дельников ДТЗ, оказать им первую допомогу, все это нужно было выполнять в отведенный час. Правильность одевания боевой одежды, оказание первой медицинской помощи, четкая правильность действий, порядок этих действий, а также тушение пожара. По этих критериях, а так само по выникам теоретичного и творческого конкурса, переможцами стали представники Белдута. До речи, лидерство ГТВНО отримывает третий год запор. Команда представит Гомельщину на республиканском этапе конкурса «Студенты безопасности будущего», который пройдет в Саковику. Эти конкурсы я очень люблю, потому что это уже, когда ты раз в этом поучаствовал, ты уже не можешь просто сюда не прийти еще раз. Это реально влюбляешься, ты говоришь, один раз на всю жизнь. Другую приступку пьедестала заняла команда Гомельского державного медицинского университета, третью – ГДТУ имя Сухого. Катерина Сапельникова, Игорь Маришенко, телерадиокомпания «Гомель». Основные выники работы спортуного товариства «Динамо» подвялись сегодня у Гомеля. Во Управлении внутренних справ прошла 25-я позашерговая конференция посяжения Совета областной организационной структуры Белорусского физкультурно-спортивного товариства. В целом, в минулом году областная структура «Динамо» спрацовала выдатно, выконавши все наиважнейшие показчики. Однако застались опытания у экономичной деятельности, необходимо удосконалить материально-техническую базу. Подчас конференции так само узнагородили лепших – тих, кто у сё профессиональное житё просвятил «Динамо», тих, кто в опошний час досягнул значных спортивных вышин. Были подведены и выники областного конкурса на лепшую организацию работы, уличывающие усе выступления у особистокомандной спартакиаде. На третьей позиции – инженерный институт МНС. На другим ротку – команда областного управления Министерства по надзвышанных ситуациях. Перемогу отрымало управление внутренних справ. Спортсмены «Динамо» не отрына показались обе на розных аренах и у особистых заликах. Три сотрудника выполнили норматив мастера спорта. Что касается служебно-прикладных и военно-прикладных спорта. Один человек выполнил норматив мастера спорта международного класса. Десять человек выполнили норматив кандидатов в мастера спорта. Что касается спорта высших достижений, у них наиболее большие результаты выполнили мастера спорта международного класса. Два человека, порядка десяти человек выполнили норматив мастера спорта, 17 человек кандидатов в мастера спорта, ну и массовых разрядов. На этом выпуске завершено. У студии працавала Маргарита Шубукова. Усяго доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин